Сегодня мы все, вы, вернее, все, можете быть свидетельством радостного события, которое Павел называет обрезанием Христовым. Ой, кому-то стало страшно. Но давайте я развею ваши страхи и прочитаю вам Колоссянам 2 глава 10 текста. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем это в ком? Во Христе. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Как делается обрезание Христовым? Быв погребены с ним в крещении, вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживив, вместе с ним простил нам все грехи. Хорошее мероприятие, радостное мероприятие. И я хочу сейчас пригласить на сцену двух молодых мужчин, братьев, которые желают быть погребены с Иисусом в крещении, а также совоскреснуть с ним. Я хочу сначала пригласить брата Юрия и вам его представить. Я очень был рад общению с ним, и я знаю, что он шел к этому решению. Вот. Я хочу вам позадавать несколько вопросов, Юрий, если вы не возражаетесь. Вот. Юрий, вы родились в верующей семье? Нет. Расскажите, кем вы были и кто, откуда вы? Ну, я родился в России, в Краснодарском крае. Юрий, верите ли вы, что Священное Писание является главнейшим, единственным мерилом авторитета божественного в нашей жизни? Да, я верю. Желаете ли вы жить по принципам, изложенным в Священном Писании? Да, я желаю жить по Священному Писанию. Признаете ли вы, Юрий, десятисловие, как откровение Бога, данного нам, включая и заповедь четвертую о субботе? Да, признаю. Желаете ли вы, Юрий, стать членом Всемирной Церкви Адвентистом седьмого дня и участвовать в ее жизни, поддерживая ее всеми талантами, возможностями, которые Господь дает? Да, желаю. Желаете ли вы, Юрий, заключить завет с Господом согласно новозаветному учению о водном крещении через полное погружение в воду? Да, я желаю заключить. Оставайтесь здесь, и я сейчас приглашу еще одного молодого человека. Илья. Я очень был рад знакомству с Ильей, мы с ним пообщались очень хорошо, и он мне рассказал о тех трудностях и поисках в своей жизни. Ты можешь кратко с нами поделиться в двух-трех словах, как ты пришел к крещению? Ну, я родился в адвентистской семье, всю жизнь ходил в церковь, и решил для себя, почувствовал, что пришло время заключить завет с Господом. Аминь. Илья, веришь ли ты, что Библия является Божьим откровением, и желаешь ли ты следовать ее принципам, руководствоваться ее принципами в своей жизни? Да, я верю и я желаю руководства Библии в своей жизни. Веришь ли ты, что смерть Иисуса на Голгофе дает тебе прощение твоим грехам? И желаешь ли ты, получив это прощение, продолжать возрастать каждый день, живя с Иисусом? Да. Желаешь ли ты стать составной частью Всемирной Церкви Адвентистов седьмого дня? Так точно. Желаешь ли ты заключить завет с Господом через погружение в воду, совоскреснув с Ним к новой жизни? Да, желаю. Дорогое собрание, вы слышали слова и свидетельства этих молодых людей. Конечно же, путь с Богом – это начало. Отношения с Богом выстраивать никогда не поздно, но они строятся каждый день и каждый час всю нашу жизнь. Для меня особо приятно тот факт, что здесь с нами присутствует Евгений Александрович. Я знаю его лично еще по работе в России. Я знаю, что он активно совершал служение на Волге и в других местах. И, конечно же, когда я узнал, что Евгений Александрович занимался с Юрием особенно, то у меня не было сомнений никаких в том, что все вопросы были пройдены. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ибо побед, милость Твоя. Ты нас нашел, Ты нас простил, В битве за нас Ты победил. И вне хвалы славим Тебя, Ибо вовек милость Твоя. Трудные дни в горе ведет, Любящий Бог с нами везде. В гимне хвалы славим Тебя, Ибо вовек милость Твоя. Ибо вовек милость Твоя. Ибо вовек милость Твоя. В гимне хвалы славим Тебя, Ибо вовек милость Твоя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 сделать. И моя песня — это как бы ваши слова. Если вы согласны с ними, то это у вас эта песня. Звучит 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 песня. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы знаете, когда говорим «крещение», это интересное слово. По-русски человеку, который никогда не присутствовал на этом ритуале, скажешь, я сейчас буду крестить. Что человек, который не знаком с протестантами, подумает? Крест рисовать или крестным знамением осенять. Слово непростое, по-гречески крещение означает баптизо, что значит погружать. Но я думаю, что многие из вас понимают, что Иисус не говорил на греческом. Когда Иисус сказал, идите, научите все народы крестя и по имя Отца, Сына, Святого Духа, Он, Матфей, эти слова для всех нас написал на греческом. Как Иисус эти слова написал. Я исследовал этот вопрос. Знаете, на каком языке разговаривал Иисус? Знаете? На арамейском. Мне пришлось залезть в перевод Евангелии, который был сделан христианами во втором веке нашей эры на арамейский язык. Иисус посмотрел, как они это написали. И я обнаружил, что они не употребляют слово погружение. То, что написано на древнеарамейском языке, означает, я поставлю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что значит поставлю? Это значит, как они это понимали, значит, идет погружение, а потом поставили. И человек стоит во имя Иисуса. Илья, Юрий, готовы ли вы всю вашу жизнь стоять во имя Иисуса и за имя Иисуса? Аминь. Сейчас мы должны будем сделать круг, чтобы зайти правильно в Баптистерий. И мы продолжим через минуту. Иисус? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...